Всем привет! Крысы умные и общительные домашние питомцы. К сожалению, они часто болеют раком. Работая над этим видео, я обнаружил ужасные запросы в интернете владельцев крыс, что делать, если лопнула опухоль у крысы. Это говорит о том, что многие владельцы совершают эту ошибку, не замечая опухоль у своих крыс. Посмотрите видео до конца, и вы узнаете о правильной насторожности владельцев крыс, о том, как обнаружить опухоль, как от нее избавиться, и как ухаживать за крысой в период лечения. А в конце видео разберем, что делать, если рядом с вами нет даже намека на специалиста по крысам. Меня зовут Александр, я ветеринарный врач. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться и прокомментировать это видео. Так YouTube поймет, что видео полезно и будет рекомендовать его другим владельцам крыс. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, поддержите канал и получите доступ к полезному заполнительному материалу и квалифицированной ветеринарной помощи, выбрав подписку в бусте. Ссылку оставлю в описании. Работа канала продолжается благодаря пожертвованиям зрителей. Спасибо вам большое за поддержку! Хотя крысы, как правило, энергичные и здоровые домашние животные, они могут легко заболеть. Из-за небольшого размера крыс, болезнь у них не всегда легко обнаружить. И есть несколько общих признаков болезни, на которые нужно обратить внимание ответственному владельцу. Если ваша крыса сидит в углу своей клетки, не хочет передвигаться, как она это делала раньше, она, скорее всего, больна. Крыса мало интересуется своим окружением и может быть безразличной к игрушкам, людям и другим крысам. Хотя вялость не обязательно указывает на какую-то конкретную болезнь, это полезный общий признак того, что ваша крыса не здорова. Обратите внимание на аппетит. Здоровая крыса имеет хороший аппетит и, как правило, съедает пищу, которую вы ей даете. Если ваша крыса только ковыряется в еде или вообще перестала есть, скорее всего, она больна. Явная потеря аппетита может указывать на то, что у крысы слишком сильно отросли зубы. У нее могут быть воспалительные заболевания или опухоли. Третье. Измеряйте вес. Это универсальный совет для ответственных владельцев. Потеря веса – это лакмусовая бумажка для вас. Дело в том, что грызуны постоянно едят и при большинстве заболеваний они сразу начинают недоедать и это отразится на их весе. Проводите взвешивание с помощью кухонных весов минимум раз в месяц, а для крыс в возрасте более полутора лет минимум два раза в месяц. Обратите внимание на царапины или покраснения на участках кожи. Если ваша домашняя крыса постоянно царапает определенную часть тела или вы увидите красные воспаленные участки на коже крысы, скорее всего, ее что-то беспокоит в этом месте, например, клещи. А если вы увидите какие-то припухлости на теле, то это может быть следствием травмы или опухолей, о которых поговорим далее. Первый шаг. Следите за симптомами. Крысы, у которых появилась опухоль, могут иметь любой из общих признаков болезни. При определенных типах рака, например, вызывающих опухоли в гипофизе, у крысы могут проявиться дополнительные признаки. Спутанные сознания и неискоординированные движения. Крысы могут наклонить голову или даже ослепнуть. Они также могут потерять способность контролировать свои передние лапы. У крыс с некоторыми видами рака также могут быть судороги. А при метастазировании опухоли в легкие появляется кашель, хрип при дыхании. Но наличие хрипа и кашля не обязательно говорит о наобразовании в легких. У крыс часто бывают респираторные заболевания. Если интересна эта тема, то напишите комментарий. Шаг 2. Ищите опухоли, особенно на животе. У крыс очень часто встречаются опухоли после полутора лет, и они быстро растут. Попробуйте их нащупать, когда общаетесь с своей крысой. Опухоли могут быть твердыми шариками или быть бесформенными, могут быть неподвижными или перемещаться при прикосновении к ним. У крыс по всему животу располагаются молочные железы, поэтому прощупайте особенно внимательно область живота. Даже самцы-крыс склонны к этим типам опухолей, хотя вероятность их возникновения у них меньше, чем у самок. Если вы считаете, что у вашей крысы может быть рак, или вы нащупали какое-то уплотнение, специалист сможет сказать вам, являются ли эти уплотнения, которые вы обнаружили опухолями. И дело в том, что не каждое уплотнение является опухолью. Этими уплотнениями также могут быть, например, абсцессы, опухшие лимфатические узлы или кисты. Ваш ветеринар должен помочь вам понять, что это такое. Шаг 4. Ожидайте несколько диагностических тестов. Если при осмотре ветеринар склоняется к тому, что это все-таки опухоль, понадобится диагностика, чтобы определить точное расположение опухоли, а также какая она, доброкачественная или злокачественная. Врач порекомендует провести МРТ или УЗИ, а также можно сделать нкоигольную цитологию, чтобы определить, что это за опухоль. Как правило, лечение опухоли у крыс в первую очередь является хирургическим. Обсудите плюсы и минусы удаления опухоли. У молодых крыс хорошим здоровьем удаление опухоли может привести к сохранению здоровья, особенно если крыса является самкой и одновременно стерилизуется. Старые крысы могут не перенести операцию и вам следует взвесить возраст крысы и вероятность того, что это не улучшит качество жизни вашего маленького друга. Ваш ветеринар должен быть в состоянии помочь вам принять это решение и вы должны учитывать, что домашние крысы в среднем живут от 2 до 4 лет. Иногда изменение размера опухоли без ее полного удаления может улучшить качество жизни вашей крысы. Гипофиз нельзя оперировать. В клинике должен быть газовый наркоз для проведения этой операции. Спросите о стерилизации, чтобы уменьшить вероятность рецидива. На часто возникающие опухоли молочных желез влияют гормоны в организме нестерилизованных самок, поскольку у крыс при удалении только опухоли без стерилизации очень высок риск рецидива. Хорошая идея будет стерилизовать крысу во время удаления опухоли, если в остальном она здорова. В противном случае может потребоваться повторная операция. Учитывайте время на операцию. Как правило, вы оставляете свою крысу утром и забираете ее вечером. Это необходимо, чтобы перед и после операции крыса была под контролем у специалиста. Если вам неудобно ухаживать за крысой после операции, учтите, что некоторые клиники представляют вашему питомцу стационар для восстановления после операции. Также в идеале после удаления опухоли нужно провести ее гистологическое исследование. Исходя из результатов этой гистологии будет строиться прогноз жизни, то есть будет ли метастазирование этой опухоли в дальнейшем. Гистология сама по себе стоит достаточно дорого. Если у вас ограничен бюджет, то вы можете воспользоваться лайфхаком. Вместо гистологии вы можете сдать цитологию. Она стоит намного дешевле и делается гораздо быстрее. Однако есть большое но. Результат цитологии должен быть развернутым и подробным о том, что это за клетки и что дальше вам нужно будет делать с этой опухолью. Перед тем, как проводить операцию и сдавать цитологию, обязательно уточните у ветеринарного врача, что за лаборатория проводит исследование и запросите пример цитологии, которая придет. Результат цитологии – это минимум абзац информации с данными о строении этих клеток и возможной атипии этих клеток. Ставьте лайк, теперь вы знаете, как сэкономить. Другие крысы могут попытаться позаботиться о выздоравливающей крысе, облизывая ее или даже пережевывая швы, что может привести к их повреждению или занесению инфекции. Идеальным вариантом будет маленькая клетка без уровней, которая позволит ограничить движение крысы. Во время выздоровления вашей крысе может быть полезно дополнительное тепло. Установите грелку на низкую температуру или используйте бутылки с теплой водой. Обязательно положите полотенце между грелкой и крысой, чтобы не было ожога. Обогревайте только часть клетки, чтобы крыса могла перебраться на другой конец, если станет слишком жарко. Убедитесь, что швы остаются целыми. Некоторые крысы могут кусать швы, что приведет к их повреждению. В этом случае используйте такой воротник, который можно сделать своими руками. Если ваша крыса повредила шов или вы видите открытую рану, то сразу несите ее обратно к ветеринару. Давайте более утоляющие и антибактериальные препараты, как это предписано вашим ветеринарам. В течение первого дня после операции назначают опиоидные анальгетики, например, тромодол. После этого ветеринар, скорее всего, порекомендует нестероидные противоспалительные препараты, такие как мелоксикам или карпрофен. А для предупреждения бактериальной инфекции назначают антибиотики, например, амоксицелин или азитромицин. Для того, чтобы вокруг крысы было как можно меньше бактерий, ежедневно меняйте подстилку. Используйте подстилку из мягкой ткани, например, из войлока, флиса или футболки, а также подойдут мягкие бумажные полотенца. Избегайте подстилки типа наполнителя, пока ваша крыса восстанавливается, так как она может прилипнуть к швам. А сейчас бонус для тех, кто досмотрел до этого места. Многие из моих зрителей рассказывают о том, что рядом с ними нет даже намека на специалиста по крысам. В первую очередь вам нужно проявлять здоровую настороженность о крысе, о которой мы говорили вначале. Если что-то вызывает беспокойство и нет рядом ветеринара, вы можете обратиться к специалисту онлайн. Это будет лучшим вариантом, смотреть за тем, как опухоль будет расти и вызывать страдания у крысы и у вас. Или вообще эта опухоль может вскрыться и это будет ужасное зрелище. Специалист даже в онлайне сможет назначить вашей крысе пройти конкретную диагностику в любой ветеринарной клинике, независимо от наличия там специалиста по крысам. Например, направить на рентген и по завершении исследования расшифровать для вас снимок. По результатам исследования назначит либо поддерживающее лечение, либо направить конкретному специалисту, который будет ближе всего к вам для проведения операции. Теперь вы знаете об общих признаках недомогания крыс, о том, как проявляется опухоль и как вам поступать, если вы подозреваете рак у своей крысы, чтобы не совершать эту ошибку владельцев крыс. Не забудьте подписаться на Бусти, чтобы получить доступ к квалифицированной ветеринарной помощи. И посмотрите следующее видео по этой теме о том, что делать, если проведение операции крыси нецелесообразно или невозможно. Ссылка в подсказке и описании. Продолжение следует...